Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь шеф-поваром ресторана Якуми. Сегодня мы будем с вами готовить японские пельмени Гёдзо. Для этого нам понадобится свинина, имбирь, лук, пекинская капуста, соевый соус, кунжутное масло, мука, крахмал и яйца. Сначала мы заведем тесто. Для этого муку соединим с крахмалом. Добавим яйцо, соль, дальше немножко водичкой. Еще немножко масла, примерно ложку столовую, перемешиваем, замешиваем тугое тесто. Затем мы это тесто подогреем, чтобы у нас затянулся крахмал. Подогревать мы будем его осторожно, чтобы тесто не пригорело. Для этого ставим плиту на самый слабый огонь и пока греется мы мешаем. Крахмал набухает и тесто становится липким. Убираем тесто в сторону и занимаемся фаршем для пельменей. Для начала замесим тесто. Для этого муку смешаем с крахмалом. Добавим яйцо, соль, немного воды и столовую ложку подсолнечного масла. Получавшийся состав замешиваем в тугое тесто. Его необходимо подогреть на медленном огне, чтобы крахмал затянулся. Только осторожно, чтобы тесто не пригорело. Для фарша мы возьмем свинину и нарежем ее мелкими кубиками. Свинину для этого надо брать подмороженную. В этом случае она режется очень мелко. И фарш из такой свинины слегка подмороженной получается очень сочным. Затем имбирь нарежем также мелким кубиком, примерно 10 грамм. Также чеснок. Чеснока можно чуть поменьше. Добавляем его в фарш. Затем будем измельчать пекинскую капусту. Для этого отделяем листья и вырезаем сердцевину. Можно соломкой. Достаточно. Соединяем с фаршем. Добавляем соевый соус. Немножко кунжутного масла. Все это перемешиваем. Теперь займемся непосредственно лепкой пельменей. Далее сделаем фарш. Свинина для фарша должна быть подмороженной. Так ее удобнее резать на мелкие пластики. И фарш получится более сочным. В будущий фарш также добавляем мелко шинкованный имбирь, зубчик чеснока и пекинскую капусту. Добавляем соевый соус, немного кунжутного масла и перемешиваем. Фарш готов. Тесто оформляем в виде колбаски. Колбаску мы раскатали. Нарезаем ее, эту колбаску, на тонкие шайбочки. Обмакиваем их в муке. Придавая форму лепешке. И раскатаем их на сочни. Раскатав все сочни, мы начиняем их фаршем. Защипаем края таким образом, чтобы у нас получилась с одной стороны как бы гармошка. Вот так вот, накладочка. Накладываем друг на друга тесто. А с другой стороны ровное. Затем мы их отварим в горячей воде. Варить мы их будем до полуготовности. Пельмени наши сварили. Мы выкладываем их на тарелку. Мы будем пельмени еще доводить на сковороде. Затем выкладываем пельмени на раскаленную сковороду. Сначала одной стороной. Слегка их подрумяниваем и переворачиваем на другую сторону. Обжариваем минуты две примерно. Примерно пельмени готовы. Мы их перекладываем на тарелку и приступаем к приготовлению соуса. Пришло время лепки. Из полученного теста делаем сочни, начиняем их фаршем и заворачиваем так, чтобы с одной стороны получилась гармошка. Варим пельмени до полугодовности, а затем доводим их на сковороде. Обжариваем до появления курочки с обеих сторон. Выкладываем пельмени и приступаем к приготовлению соуса. Сейчас мы будем готовить соус. Наливаем соевый соус. Основная масса соуса составляет соевый соус. Затем рисовый уксус. Капельку кунжутного масла. И мелко рубленный зеленый лук. Слегка перемешаем это все. Японские пельмени и гёдзо готовы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...